привет друзья ну вот прошло немножко времени пришло время поменять фильтра и выбор впал на улучшенный комплект фильтров для обратного осмоса давайте откроем посмотрим чем он отличается вот у нас перечисленные фильтра здесь pp5b гак и сети о значит а в обычном если мне не изменяет память значит pp5 гак и pp1 то есть просто механическая чистка здесь получается два фильтра с углем значит второй картридж как и в первом активированный уголь из корруппы кокосовых орехов он у нас чистит от хлора снижает концентрации тяжелых цветных металлов а также фенового нефтепродуктов а третья ступень это вот этот наш сетевого да это финансово финальная тонкая очистка на картридже из прессованного активированного угля значит он от хлороорганических соединений а также задерживает самые мелкие механические частички вот именно вот этот набор картриджей как заверять у нас производитель защитит нашу мембрану и даст ей возможность проработать как можно дольше я так понимаю что судя по инструкции которого здесь на коробочке и давайте посмотрим что у нас за бумажечка бумажечка у нас такая давайте вы будете тратить деньги каждые три месяца но это само собой вот так как я и говорил вот улучшенный комплект вот обычный комплект в улучшенном есть этот фильтр сетевого и с обратной стороны у нас схема и да вот видите уголь и очистка грубая и чуть поменьше вот интересно будет почитать что такое б чем отличается пп5б посмотрим почитаем расскажу инструкция по замене значит схема стандартная меняем первые два это вот эти закрываем колбы спускаем воду мимо мембраны потом ставим 3 5 спускаем воду и по только потом даем воду на мембрану для того чтобы нашу мембрану не засорить значит на данный момент у меня мембрана показала со старыми фильтрами 14 единиц я немножко вас ввел заблуждение в прошлом видео что мне там 1417 нет реально было 4 единицы пп мы померяем я вчера мерил было 14 единиц поменяем фильтра спустим водичку и проверим что это нам дало мембрану я думаю мы пока менять не будем она пока еще жива постфильтр тоже я думаю ну надо будет поменять его через пару месяцев я думаю мы поменяем как и медили вместе с минерализатором и так погнали откручивать случае с фильтром с обратным космосом подача у нас идет с правой стороны соответственно фильтра это вас 1 2 и 3 колбочка вот это наш постфильтр это мембрана и вот он спрятан сзади минерализатор вот минерализатор я доставлял отдельно что нам нужно будет сделать мы меняем мы снимаем все три фильтра ставим первые два и эту пустую колбу отсоединяем вот этот шланг сейчас секунду вот этот шланг и подсоединяем его к шлангу крана проливаем водичку ставим третий фильтр проливаем водичку и только после этого возвращаем шланги на место и запускаем систему да я напоминаю вам что нужно обязательно закрыть бак накопитель чтобы у вас давление не было естественно перекрыли подачу водички ну что попробуем посмотрим что у нас за сорвем сначала надо бы тряпочку постелить сейчас скажу за тряпочка и продолжим есть первый пошел вот такой вот чудо фильтр но он не сильно грязный но это благодаря тому что у нас стоит фильтр на вводе а вот сейчас я вам делаю вставочку покажу как он выглядит мы его только что поменяли фильтр пропустил через себя всего сто тридцать кубов воды то есть не так много как могли бы подумать но он конечно посмотрите что с него сыпется сейчас поставим новенький и пойдем к системе обратного осмоса будем проверять что там ну немножко косячно но я думаю что принципиально сути не меня это качество воды особо не повлияло этот фильтр жил у нас наверно чуть дольше благодаря тому что мы почистили воду а может быть наоборот но желательно ставить конечно уголек посредине ну что моем колбы и собираем все в правильном порядке промываем колбочки помыли тут уже фильтра нет но мне как бы не лень было можно было его просто не снимать снять два промыть потом вернуться но это не наш метод давайте сейчас мы поставим две колбочки с фильтрами справа налево то есть у нас первый идет pp5b вот мы его ставим сюда и вкручиваем вторым у нас идет уголечек я не знаю почему я поставил последний прошлый раз по логике конечно он должен стоять угольный фильтр рекомендуется вообще брать перчатка как и мембрану проверяем попали вот он угольный наш фильтр и так 2 здесь этот пустой нас остается с вами последний сетево но нужно сначала промыть систему и так давайте удаленно откроем наш кран сейчас пойдет водичка вы слышите уже пошли заполняться колбы кран забулькал значит что касается вот этих трубочек снимается все предельно просто вынимаете вот эту скобку вдавливаете назад и придерживаете втулочку потому что шланг вместе держит его втулка вам нужно придержать вот в данном случае сейчас я подниму в данном случае вот синего цвета вы вынимаете красненькую да защелку вжимаете внутрь придерживаете синюю и вытаскиваете шланг назад достаточно просто засунуть итак подождем пару минут промоется так ну все водичку мы перекрыли очень удобная наша система защиты от протечек которую мы собирали с вами так а течет там же картриджа нет он полный оп ну водичка чистенькая мы ее сливаем чистенькая колба теперь в эту колбочку мы закидываем с вами последний фильтр который называется от сети да ну я его по крайней мере так назвал итак фильтр сетевого почему то с него отпадают уплотнительные кольца сейчас не потеряйте вот эти вот колечки итак аккуратно опускаем в колбу и точно так же аккуратно вкручиваем на базу напоминаю бак у нас закрыт вода перекрыта пока еще у нас подача воды стоит на оп затянули подача воды у нас стоит на кран мы не ставим на мембрану вот я вам показываю еще раз видите вот он на кран пошло напрямую вот сейчас мы прольем 4-5 минут и только после этого подключим вот сюда к выходу с мембраны и откроем уже накопительный бак итак друзья вот он наш результат вы можете видеть 8 единиц 8-9 было 17 мы поменяли фильтра вот этот фильтр у нас стоял на вводе с него даже песок сыпется это система обратного осмоса вот так они должны примерно стоять вот этот фильтр очень спасает он забирает весь мусор весь песок весь ил все что поганая содержится в нашей местной водичке вот значит что касается вот смеситель кстати я тоже вам очень рекомендую я убрал вместе с системой обратного осмоса ссылочку дам внизу в описании ну и для порядку давайте проверим кстати я обратил внимание что если стакан с посудомоечки то не совсем корректные показания вопросы есть кстати хорошая вода 330 обычно 370 380 вот пройдут дожди будет 370 380 вот на выходе получаем до 10 все таки мембрану наверное нужно поберечь и вот эти три фильтра я бы рекомендовал меня действительно раз в полгода ну как минимум раз в полгода не раз в 3 месяца конечно но раз в 6 месяцев вне зависимости от того как вы пользуетесь вот а если у вас нет вот этого фильтра то это вообще обязательно ну друзья собственно то что хотел сказать по фильтрам мы с вами поговорим еще про мойку про измельчитель отходов про сифоны с алиэкспресс ну это все в следующих видео все что было в видео ТДС метр фильтры все это будет по ссылочке в описании со скидкой не забывайте использовать кешбек всего хорошего друзья ставьте лайки пока